...это меланомы, конечно, слизистые, потом будет доклад про вяльную меланому. И мы понимаем, что меланом слизистых вообще это немножко другое заболевание. Оно называется сходно, но вот если с генетической точки зрения брать, это другой патогенетический путь. По классификации ВОЗ-106 сейчас молекулярный путь, он характеризуется чаще мутациями в генах КИД и РАС, которые, одна из них так, может быть таргетируемая, другая пока что нетаргетируемая, ингибиторы развиваются, и реже мы встречаем ингибиторы БРАФ. Если мы посмотрим на ландшафт молекулярных изменений, вот здесь приведён, то мы не видим какого-то такого явного паттерна, который был бы при меланоме кожи, где огромное количество БРАФ положительной меланомы, РАС положительной меланомы, и есть ещё тройная негативная меланома, где никаких мутаций нет. Тем не менее, мы видим некоторые нарушения и потерю функции амплификации, которые присутствуют и которые пока что имеют для нас только информационное значение, но, возможно, потом будут иметь и терапевтическое значение. Но что интересно, что распределение частота меланомы, она различна в зависимости от популяции. Если мы посмотрим этническое кавказское колено европеоидной расы, к которому практически все мы относимся, то здесь будет доминировать, конечно, меланома, которая на периодически облучаемой солнцем кожи находится. Это обычная наша меланома кожи. И гораздо реже мы встречаем меланому слизистых. Если мы будем посмотреть на китайскую популяцию, то меланома слизистых и акрально-лентигиозной меланомы, то есть меланома, которую мы постоянно облучаем на коже, она занимает больше половины всех случаев. Меланома слизистых занимает до 10-20% от всех случаев. То есть основные массы исследований у нас будут именно с этой популяцией. Соответственно, встает вопрос, как мы можем транслировать с одного населения на другое. У нас в стране это будет разница между отдельными даже регионами, скорее всего, потому что есть регионы, где преобладает одно этническое население, есть регионы, где преобладает другое население. С другой стороны, ландшафт мутации. Мы объединяем под меланомой слизистой вообще разные заболевания. Это меланомы слизистой головы и шеи, верхних дыхательных путей, верхних пищеварительных путей, вульвовагинальная зона, аноректальная зона, меланомы кишки, ну и разные другие меланомы конъюнктивы. Вот провели исследование, а одинаковы ли эти меланомы в отношении мутации. Посмотрите, они оказались гетерогенны. Тут нет какой-то средней температуры по больнице. Тут есть достаточно высокая частота и мутации кит, и мутации брав, и мутации нраз, и других мутаций. Но вы видите, что очень высокая гетерогенность между каждыми заболеваниями. И, к сожалению, у нас нет достаточно мощности, у нас не так много пациентов. И еще меньше исследований, которые проведены у этих пациентов, которые нам позволяют как-то воспользоваться вот этой информацией. Тем не менее, это говорит нам о том, что, в принципе, для меланомы слизистых можно тестировать не только кит, но и брав, у которых равная вероятность просто выявления. И другие мутации, например, мутации в гене-раз тоже имеет смысл тестировать. Мы, по крайней мере, будем знать, сколько этих пациентов, потому что если у нас будет способ воздействовать на эту мутацию, а некоторые способы есть уже сейчас, то мы будем, исходя из этого, планировать нашу лечебную тактику. Что касается стадирования. Здесь мы тоже, если откроем рекомендации, встречаем некоторый ступор. Мы все знаем, что мы должны стадировать пациентов по системе ТНМ. И тут оказывается, что для меланомы верхних дыхательных путей есть ТНМ. Там бывает Т3 или Т4. И, соответственно, стадия третья и четвертая разные варианты стадии. Причем в меланоме кожи у нас нет четвертой АБЦ. В меланомах слизистых у нас есть четвертая АБЦ стадия. А вот что делать с меланомами других слизистых? Как их стадировать? У нас нет законного способа стадировать эти меланомы. Мы не знаем про их прогноз. Какие вопросы возникают? Ну, в первую очередь, это вопрос о дивантной терапии. Все говорят, что меланомы слизистых, более агрессивные заболевания, риски выше. Обязательно надо делать дивантную терапию. Ну, и самостоятельное лечение при распространенной стадии. Если посмотреть на дивантную терапию, то у нас опять меняется шаблон. Мы все знаем, что дивантная химиотерапия меланома кожи – это плохо. Это вредит. Это ухудшает выживаемость по сравнению с хирургическим лечением. Но не при меланоме слизистых. Вот результаты второй фазы рандомизированного исследования. Надо сказать, что это исследование показывалось ровно на той же сессии АСКО, на которой показывались первые исследования по эпилимумабу. Ну, естественно, эпилимумаб тогда и по таргетной терапии, кстати, тоже веморфенибом. Но эпилимумаб и таргетная терапия тогда занимали все. А посмотрите, какие гигантские различия по времени до прогрессирования между хирургическим лечением и химиотерапией тамозоламидом и тасплатином – это увеличение медианы с 5 месяцев до 20 месяцев. То есть это в 4 раза лучше. Да, это исследование потом потребовало подтверждений и уже сравнивали не с плацебо, а с химиотерапией высокими дозами интерферона альфа. И опять оказалось, что химиотерапия тамозоламидом и тасплатином лучше, чем терапия высокими дозами интерферона альфа по времени до прогрессирования, но не по общей выживаемости, хотя здесь риск небольшой. Но опять-таки при таком размере эффекта количество пациентов набрано в группах, хотя оно достаточно большое для меланом слизистых по 100 человек, да, но оно недостаточно для подтверждения значимости этих различий. Тем не менее, тренд очевиден, что химиотерапия немного лучше, чем даже высокие дозы интерферона, не говоря уж о том, что хирургическое лечение будет еще хуже в данной ситуации. А что с адиоанной терапией антипедиадин препаратами? Мы все знаем, что антипедиадин препараты, в общем-то, меланоми кожи, они сильнее, чем иммунотерапия. Они дают хорошие результаты, мы уже слышали про ранние стадии. Посмотрите, время до прогрессирования. Да, с иммунотерапией есть небольшое улучшение времени до прогрессирования, но нет объективных улучшений общей выживаемости. Причем нет, от слова совсем нет. Здесь даже нельзя сослаться, чтобы не добрали каких-то пациентов. Они просто прямые, постоянно перекрещиваются. Что касается самостоятельного лечения, то здесь, да, применяются те же методы, что при меланоме кожи мы экстраполируем результаты, полученные с меланомой кожи на меланому с листом. В некоторых исследованиях эти пациенты включались. Например, здесь были перепроверены в исследовании результаты кино от 67-го. И посмотрите, какие результаты получились. Справа это картинка для меланомы кожи. Мы видим очень хорошие результаты, ожидаемые пилиумаб с неволумабом. Это хорошая лечебная опция. Но для меланомы с листом эта опция примерно в два раза хуже. То есть результаты примерно те же, но с заметным ухудшением результатов лечения. Очень известное исследование Relative 47, революционное от неволумаб с релатлемабом, который показал улучшение результатов лечения, но не для меланомы с листом. Для меланомы с листом в относении времени до прогрессирования, вы видите, не такое большое количество пациентов, конечно, некоторое улучшение времени до прогрессирования есть, но по общей выживаемости никакого улучшения общей выживаемости нет совсем. Таргетная терапия. Дальёт ли что-нибудь... Таргетная терапия. Оказалось, что не вся таргетная терапия и не при всех мутациях КИД даёт эффект. Имотениб да затениб, да, эффект оказался достаточно хороший. 19-20% объективного эффекта. Но проблема в чём? Проблема в том, что эффекты короткие. И медиана времени до прогрессирования 2-3-4 месяца. Сунетениб-милотениб. 8% объективных эффектов. То есть это на уровне химиотерапии при меланоме кожи. Необычно оказалось, что добавление биотезумаба к баклитоксилу карпоплотину улучшает результат лечения. Мы говорили, что сигнальный путь, который при меланоме слизистых часто активирован, это МАП-сигнальный путь, так называемый, где часто мутация НРАС, часто мутация БРАФ. Есть лабораторные данные, что препарат, влияющий на микротрубочки, обладает лучшей эффективностью у пациентов с такими мутациями. Посмотрите, здесь паклитоксил и крокоплотатин используют. Мы знаем, что паклитоксил влияет на микротрубочки. Плюс добавление биотезумаба. Для меланомы кожи биотезумаба доказано увеличивание времени до прогрессирования при добавлении химиотерапии, но не влияло на общую выживаемость. Здесь влияние на общую выживаемость оказалось значимым. Если мы берем меланомы с повышенным уровнем ЛДГ, размер эффекта еще больше. То есть, в принципе, это те препараты, которые у нас есть, они входят в КСГ, мы можем использовать практически в рутинной практике. Интересное исследование было отезумаб с биотезумабом. Исключительно антиангиогенная терапия и антипедиадин терапия. Опять-таки, мы видим увеличение частоты объективных эффектов. Достаточно неплохое для данной комбинации препаратов. И действительно, это была достаточно тяжелая группа пациентов. Большая доля пациентов была с повышенным уровнем ЛДГ. Кремелизумаб с апотенибом. Тоже подход тот же самый. Антипедиадин препараты и антиангиогенные препараты. Опять, примерно та же частота объективных ответов. То есть, видимо, на меланоме слизистых под антиангиогенный подход он достаточно неплохо работает. Териплимаб с акситинивом. Опять, тот же самый подход. Еще более высокая частота объективных ответов. И при метастатическом процессе эти препараты оказались эффективными. Получены результаты выживаемости в настоящее время. Вы видите, что время до прогрессирования 7,5 месяцев. Это выше, чем любые результаты, которые были получены до этого. В целом, то все, что выше 6 месяцев при меланоме слизистых по медиане, это увеличение выживаемости. Медиана общей выживаемости очень высокая. 20,7 месяцев при метастатической меланоме слизистых это много. Но другой вопрос о дювантной терапии. А сможет ли этот подход транслироваться в дювантную терапию? И здесь все оказалось с точностью наоборот. Химиотерапия оказалась в 2 раза лучше, чем триплимак с окситинимом в дювантной терапии. И не только по времени до прогрессирования, но и по общей выживаемости. Результаты для неодювантной терапии оказались достаточно хороши. Но, опять-таки, результаты для химиотерапии оказались намного лучше. Здесь медиана времени до прогрессирования 11,1 месяцев. А для химиотерапии в дювантном режиме 28,2 месяца. То есть почти в 2 раза лучше фактические результаты. Итак, какова эффективность основных подходов? Если говорить по объективному ответу, да, комбинированная иммунотерапия – одна из самых эффективных способов лечения. Но антипедиадинтерапия, в общем-то, обладает чуть меньшим, но именно чуть меньшим эффективностью лечения и похожими результатами по выживаемости. Таргетная терапия – примерно та же самая частота объективного ответа. То есть 30 плюс процентов брафингибиторы гораздо хуже работают. Всего 12,5% объективных ответов по сравнению с 50% при меланоме кожи. Но при этом они дают неплохие медианы времени до прогрессирования и общую выживаемость. И вот антиангиогенная терапия дает нумерически больший процент эффективности лечения. Это уже за 40% эффективность по разным исследованиям. Это немножко лучшие показатели времени до прогрессирования. К сожалению, мало данных по общей выживаемости, но это тоже очень неплохие показатели. Возможно, именно для меланом слизистых антиангиогенная терапия окажется хорошим результатом. Но, подводя такой некий итог, а что изменилось-то за эти времена? Были хорошо показаны результаты канцер-регистров. Сегодня утром мы про них говорили, насколько они важны. Вот пример того, насколько они важны. Сравнили выживаемость пациентов, которые получали лечение по поводу меланомы слизистой, по данным канцер-регистров, до 2013 года и после 2013 года. И вот оказалось, что при местно распространенной медистатической форме, благодаря лекарственной терапии, продолжительность жизни общая была увеличена. Это статистически значимые результаты. Ну и вопрос для обсуждения, который хотелось бы представить, конечно. Это, а что вообще делать? Вот такие необычные результаты. Я сразу могу сказать, в клинических рекомендациях вопрос одевантной терапии меланомы слизистых не решен и не будет решен при следующей их интерации. Но решать нам придется. Поэтому вопрос, как вы будете приходить к выводу, что делать у пациента, у которого сделана рнольная резекция при меланоме слизистых. Мы знаем, что у него неблагоприятный прогноз. Пациент очень хочет лечиться. Что делать с пациентом? Пожалуйста, какие будут мнения? Ну давайте для упрощения скажем, что это меланома вульва, например. Или меланома шейки матки, да. Алексей Викторович, это вы усложнили? Усложним ситуацию, конечно. Это все мы делали не для простых ответов. У нас здесь неправильных ответов нет. У нас все ответы правильные. Так, пятый стол. Химиотерапия. Кого еще? Так, таргетная терапия. Альбина Сергеевна, отлично. Так, химиотерапия. Антипедиодин терапия. Ну, химиотерапия пока что победила. Голосование в столов. Да, вот вопрос. Альбина Сергеевна, а почему иммунотерапия? Почему вот имотени в одевантном режиме? Он же, ну, в общем-то, короткие ответы, маленькие. Вот потому что если есть мутация, вероятность того, что он ответит, наверное, все-таки выше. Если нет мутации, тогда да, тогда я тоже за химиотерапию буду. Ну вот, я задавал вопрос искусственному интеллекту. Конечно, искусственный интеллект согласился с Альбиной Сергеевной. Причем сходу он очень недолго думал над вопросом. Но я пошел чуть дальше, я попросил представить, как он это видит. Сделал несколько таких заходов. Ну вот, из картинки понятно, что искусственный интеллект видит это плохо. И, как бы, график такой разорванный. Наверное, вот наши знания примерно так и выглядят сейчас о меланомии слизистой, да. Что какие-то кривые есть, но, в общем-то, совсем все непонятно, да. А ваше мнение какое? Вы за что проголосовали? Я бы за химиотерапию сейчас уже проголосовал. И, в общем-то, мы, чем дольше мы обсуждаем, может быть, при следующей интернете мы все-таки добавим одевантную химиотерапию. В рекомендации и русская, и, соответственно, Минздравовские. Но когда, при следующем обновлении, конечно, нам надо свои исследования делать. Это очень важно, потому что у нас может получиться совершенно другой результат. Особенно на смешанной популяции, особенно если это будем безрегионально выстраивать. Ну и в заключение, конечно, хотелось бы сказать, что сейчас мы стараемся экстраполировать данные. У нас те же препараты в арсенале, что и при меланоме кожи. Однако мы должны понимать, что эффективность их применения значительно ниже. И те высокие эффекты, хорошие эффекты препаратов, которые есть при меланоме кожи, они не всегда столь высоки. Поэтому здесь, скажем, наша убедительность в рекомендации более интенсивных режимов, она может быть не столь высока. Может быть, много разных вариантов ответа, на что ответит каждый конкретный пациент. Это вопрос. Есть этнические различия. Мы обязаны их учитывать. Как их учитывать? Это вот вопрос будущего. У нас на сегодняшний день нет четких рекомендаций по дюватной терапии. Поэтому у каждой, наверное, она нужна. Но как и чем лечить, наверное, это будет решаться благодаря, в первую очередь, искусству врача. Тут даже искусственный интеллект нам пока что ничем не поможет. Но и сами технологии, конечно, искусственный интеллект, для того, чтобы помогать нам в принятии именно терапевтических решений, они на сегодняшний день требуют большого развития. Ну вот, что интересно, у нас же искусственный интеллект еще есть в области изобразительного искусства работает. И вот я попытался сети, которая настроена на генерацию картинок, задать вопрос, как они видят безопасную, эффективную иммунотерапию просто меланомы. И левая картинка иммунотерапии меланомы в России. Очень интересная получилась картинка. На самом деле так выглядит западный и восточный подход к лечению меланомы. Если мы посмотрим западную медицину, то это лекарства с полки. Вот, в общем-то, они хорошо нарисованы здесь, да. Если мы посмотрим на восток, чем дальше на восток, тем больше клеточных технологий применяется. Поэтому у нас тут очень красивая клеточная технология. Наверное, это одно из наших перспективных направлений. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.